сегодня прямой эфир мы решили начать с такой темы как колмоскопия потому что огромное количество вопросов у вас возникает и остается несмотря на огромное количество информации на моем канале youtube и поэтому в общем наверное целесообразно именно рассказать еще раз про колмоскопию и возможно ответить на ваши вопросы сначала я разберу наиболее актуальные часто задаваемые моменты а потом от вас безусловно жду вопросы на которые я буду по ходу отвечать и так давайте разберемся вообще что такое колмоскопия для чего она нужна да потому что существует мнение о том что колмоскопия это издевательство над людьми и что на дворе 21 век а до сих пор не придумали никакого нового более комфортного метода меньшего издевательства над людьми и все в этом духе хотя на самом деле в колмоскопии нет ничего страшного это наш менталитет это наше отношение к своему здоровью наше отношение к к тому наверное к чему нельзя увидеть но очень много загадочных вещей существует поэтому и существует мнение о том что надо чистить кишечник что в кишечнике большое количество камней паразитов залежи токсинов и эту недавно прочитала книгу об истории медицины и была удивлена что начиная 16 века любым средством лечения любых пациентов при любых обстоятельствах даже при огнестрельных ранениях я не судорогах инсульта были что как вы думаете какой метод лечения самый лучший был удавайте напишите кто слушает меня вот одним единственным при всех обстоятельствах вот их вообще два ну давайте хотя бы один какой метод лечения был во все времена от всех хворей клизма вера вера она тоже читала я так понимаю на самом деле было два средства первое это слабительные клизмы и второе это слабительные препараты вот от всего лечили почему непонятно имя такое ощущение что люди выживали вопреки вообще в принципе кто сильный знаете как естественный отбор спирт если бы если бы не спирт спирта да кстати спиртом лечили только не спирт там какие-нибудь там настойки на спирту и полагали что хороший коньяк или хороший бренди он раскрывает сосуды и тем самым выводит токсины поэтому наша любовь к клизмам на сегодняшний день любым там не знаю содой с перекисью с чем еще с кофейной да с кофе и все прочее это наверное на генетическом уровне и бороться с этим бесполезно потому что даже описаны в литературе как правильно ставить клизмы с табаком да в общем я все выкладывала в инстаграм это достаточно занимательная вещь когда дым вдували в трубочку в задний проход там вот того что утопленником да но тут самое главное нужно было быстро отбежать потому что могли произойти различные неприятные случаи и были описаны когда в общем тот кто спасал таких людей и вводил ему клизмы табака в задний проход в общем мог не успеть среагировать и у него был полный рот каловых масс в общем так что аккуратнее пожалуйста аккуратнее вот а что касается слабительность представляете вы лежите вам плохо у вас температура 40 вас к нибудь пневмония и не дай бог еще инсульт недавно недавно случился и вас лечат слабительными и клизмами я думаю что тут даже любой человек готов будет выздороветь лишь бы лишь бы никаким образом дальше не продолжать это лечение но тем не менее это наша история и и поэтому понятие того что организм кишечник это какой-то такой серьезный орган в организме который избавит нас от всех болезней его нужно чистить и чем чаще тем лучше она конечно идет с древних времен и здесь ничего не сделаешь и околоноскопия по сравнению с этими методами детокса и чистки на самом деле детский лепит цветочки и самое главное что это медицинские показания а не то как вы любите себя чистить клизмами свою кишку поэтому значит колоноскопии настоящее время является золотым стандартом исследования толстой кишки кто бы что бы не говорил и кто бы как бы не пытался избежать этого исследования и благодаря колоноскопии удается осмотреть все отделы толстой кишки да это прямая кишка перечно-ободочная сигмовидная нисходящая и слепая кишка и даже часть при хорошей подготовки и умение врача-специалиста а колоноскопию делает врач эндоскопист удается осмотреть и часть тонкой кишки но как правило на 5-10 сантиметров в литературе описано что до 25 сантиметров удавалось осмотреть тонкую кишку во время колоноскопии но я думаю что это немножко неприятно и больно реально для пациента потому что тонкая кишка это не толстая кишка и при раздувании воздуха конечно более чувствительно суть в чем заключается опять же на моем канале есть видео но я попытаюсь сейчас на пальцах рассказать да когда с помощью специального колоноскопа это гибкий инструмент но в толщину где-то моего пальца я так полагаю проходит через задний проход да и дальше идет нагнетание воздуха за счет чего кишка раздувается и специальным гибким аппаратом проходим и смотрим всю кишку мы оцениваем слизистую строение рисунка наличие каких-то добъемных образований как со стороны толстой кишки так и со стороны извне да когда сдавливают это видно мы видим если какие-то язвы эрозии слизи налет фибрина гиперемия ну и безусловно это полипы и злокачественное образование то чего все боятся и также бытует мнение о том что в якобы во время колоноскопии можно поцарапать слизистую будет кровотечение либо еще что то вы знаете это все тоже относится к определенному понятию мифа безусловно травмировать кишку можно и скажем бывают обстоятельства когда высокие риски травматизации кишки это когда кишка фиксирована либо имеется структура то есть сужение просвета кишки когда имеются какие-то хирургические вмешательства на кишечник в виде формирования анастомоза и эти моменты не учитываются и сильно да и раздувают воздухом но это все скорее исключение чем правило но тем не менее риски перфорации во время колоноскопия существуют и одних сто процентов никуда не деться и даже по общей статистике всемирной частота перфорации кишки во время колоноскопии достигает двух процентов ну по разным данным от 2 до 12 процентов на самом деле это большой процент и и от этого никто не застрахован но здесь нужно понимать что чем более сложная кишка и чем больше она фиксирована и чем хуже раздувается тем естественно выше риски каких-то осложнений но здесь уже зависит все от рук врача эндоскописта от того как он владеет манипуляции способен ли он проходить сложную кишку способен на хорошо сборивать сигмовидную кишку и все прочие нюансов очень очень много поэтому зависит не только оборудование с помощью которого делается колоноскопия но и профессионализм врача и высокий профессионал до высокого уровня который способен все это качественно быстро безболезненно сделать стоит дорого и не нужно рассчитывать на то что вы идете там выполнять колоноскопию она стоит там где подешевле значит будет качественнее нет резкие существуют вы должны понимать какие риски это и качество оборудования это обработка инструментов специальных растворах это время обработки этих инструментов специальных растворах поэтому особенно там где огромный поток необходимо понимать готовы ли вы рисковать своим здоровьем либо нет теперь что Это касается вообще самого выполнения колноскопии. Тоже бытует мнение, что это ужасно болезненная манипуляция, от которой все страдают и всех нас мучают и сажают на колы этой колноскопии. На самом деле колноскопия – это инвазивное вмешательство. Безусловно, когда к нам вторгаются в организм, это некомфортно. И вообще мы не любим, когда нас трогают те, кому не надо трогать, когда пытаются что-то там сделать. Но почему-то мы клизмы любим делать. Это всегда некомфортно, это нужно понимать. И когда сама процедура, по большому счету, она безболезненна, дискомфортна и болезненна тогда, когда идет раздувание воздуха кишки. То есть кишка у нас спалась, это нормальное состояние, мы ее воздухом раздуваем, она раскрывается. Именно благодаря вот этому раздуванию, раскрытию кишки нам удается хорошо осмотреть просвет самой кишки. И нужно понимать, что именно от того, как раздувается кишка и насколько у вас имеются фиксированные участки, будет зависеть дискомфортное явление. Но, тем не менее, даже самую сложную кишку можно пройти фактически безболезненно. Да, будет дискомфортное явление за счет раздувания воздуха. Представьте, как будто у вас в кишечнике большое количество газов. Конечно, неприятно. Но весь этот воздух, там 90% сдувается, полностью эвакуируется из кишки после колоноскопии. И оставшаяся часть воздуха у вас будет выходить в течение ближайших часов, может быть суток. При этом, естественно, естественными физиологическими особенностями, то есть есть желание выпустить газы, вы идете в туалет, выпускаете газы. Если у вас долихосигма, то есть удлиненная сигмовидная кишка, либо дополнительные петли образуются, и они еще фиксированы, естественно, могут возникать дискомфортные явления в нижних отделах живота после колоноскопии, которые снимаются спазмолитиками, такими как ножпа, спазмолгон. Об этом, если после полонголоноскопии вы боитесь, переживаете, то вы можете выпить одну-две таблетки спазмолгона, либо ножпы, и все дискомфортные явления у вас пройдут и, в общем, выход газов будет от остаток небольшой, будет естественным путем происходить. Это абсолютно контролируемые вещи. Никто после колоноскопии при нормальном ее выполнении не падает в обмороки, не чувствует себя плохо. На общее состояние это, безусловно, не влияет, если у вас не было других более серьезных патологий кишечника, по поводу чего вы, допустим, делали операции для формирования анастомоза, либо низведения. Еще такой момент болезненный достаточно и сложный для понимания, это то, что якобы пить препараты для колоноскопии очень-очень вредно, потому что они вымывают микрофлору, вызывают дисбактериоз, ну и еще, в общем, все в этом духе. На самом деле нет, препараты все, в основном, это осматические, то есть они просто разжижают и вымывают каловые массы, которые имеются в кишечнике. Поэтому, когда вы начинаете пить препараты, неважно, это те, которые там в Фортранс, Лавакол, к примеру, нужно выпить там 3-4 литра достаточно неприятной жидкости, либо малообъемные препараты, которые сейчас существуют на рынке, с приятным там цитрусовым вкусом, которые можно спокойно купить в аптеке, нужно будет выпить там всего лишь 3-4-2 иногда стакана препарата, дальше запивать водой, они начинают действовать где-то через 1,5-4 часа. И естественно, эффект слабительный. Сначала у вас идет позыв в туалет, у вас каловые массы оформленные выходят, потом полуоформленные. И в итоге необходимо добиться того, чтобы фактически все каловые массы у вас были вымыты и не было даже никаких хлопьев, взвесей. Потому что если у вас подготовка недостаточно, ну скажем, отличная, то содержатся каловые массы, они тем более оформленные. Такое иногда бывает, когда существует порез кишечника, есть какие-то особенности неврологического плана, либо на фоне приема каких-то препаратов, таких, допустим, как антидепрессанты, либо у вас просто транзит нарушен, такое тоже может бывать, либо вам просто препарат не подошел, бывает плохая подготовка. И, конечно, на плохой подготовке проводить адекватную колоноскопию, но крайне-крайне, во-первых, не информативно, а во-вторых, не совсем безопасно, потому что мы не видим четко просвет, мы не видим структуры кишки, нам нужно отмывать кишку для того, чтобы посмотреть, как бы стенки полностью все. Поэтому то, как вы выполняете рекомендации врача, а того, как вы готовитесь к исследованию, будет зависеть качество того исследования, которое вам проводится. Как правило, за два дня необходимо соблюдать диету бешлаковую, то есть кушаем в любом количестве рыба, мясо, кисломолочные продукты, яйцо, сыр, творог, да, еще есть энтеральное питание, внутри дринк белковый, который можно пить, питаться, допустим, если вы вегетарианцы, да, там, либо веганство, либо там сыроедение придерживаетесь, то, естественно, вам белковые продукты тяжело, ну, невозможно добыть, скажем так, из злаковых, да, там, либо растительной пищи, поэтому это все отменяется, и можно использовать внутри дринк. Два дня на внутри дринке продержаться, они достаточно питательные такие коктейльчики белковые, которые вы можете употреблять, да, но подготовка у вас будет замечательна. Вот, и нужно пить как можно больше воды. А дальше уже режим накануне колоноскопии будет зависеть от того, какой препарат вы выбрали для себя, и от того, какое время колоноскопия на следующий день у вас проводится. Поэтому эти моменты, они индивидуально обсуждаются с врачом, с учетом ваших, там, особенностей приема других препаратов и прочее.